Всем приветики! В этом видео я расскажу, с какими трудностями мне пришлось столкнуться, когда я только начала товарный бизнес на своем личном опыте. Досмотрите это видео до конца, там будет много полезной информации. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там много видео и постов, которых нет на ютюбе. Там удобно выбрать и заказать товар. Для всех подписчиков, которые подписаны на мой ютюб и телеграм-канал, у нас действует скидочка 10%. Первое самое главное в товарном бизнесе это финансы. Очень много видео, где блогеры рассказывают, что 5-10 тысяч этого достаточно. На самом деле вы будете заниматься не бизнесом, а заработаете себе геморрой и головную боль. Для хорошего старта лучше иметь сумму 30-50 тысяч. Вы можете закупить товар, у вас будет какой-то ассортимент. Да, не спорим, можно и продавать без вложений. Но вам нужно будет найти поставщика, договориться с поставщиком, чтобы у поставщика был всегда товар в наличии. Чтобы поставщик всегда был с вами на связи. Чтобы поставщик находился в том городе, где и вы. Чтобы вы в любое время могли приехать к поставщику, оплатить товар и забрать. Второе, где продать. Если у вас есть свой онлайн магазин, это отлично. Если вы планируете продавать онлайн через интернет, для хорошего старта лучше зарегистрироваться на Авито, создать объявления. Также я советую зарегистрироваться на других социальных сетях. YouTube, ВК, Одноклассники, Дзен, Телеграм. Как только вы зарегистрируетесь на этих социальных сетях, вам нужно будет там везде создать сообщества и группы. Третье, дизайн социальных сетей. Как только вы зарегистрируетесь в социальных сетях, где создали группы и сообщества, вам нужно подумать о фирменном стиле. Это шапка и логотип. У меня ушло 3-5 дней на оформление групп и сообществ в социальных сетях. Я зашла на фриланс, посмотрела сколько там будет полностью стоить оформление социальных сетей. Минимум от 5 тысяч, среднее 10-15 и выше. Поговорила, посоветовала с семьей, мы сделали это сами. Понятно, что не профессионально, но для старта пойдет. Четвертое, вам нужно определиться, какой товар вы будете реализовать и посчитать его рентабельность. Как только вы определились, какой товар вы будете продавать, вам нужно его промониторить на Валбере, Савито и других площадках. А также согласовать стоимость товара с поставщиком. Далее, вы берете меньшую сумму, от этой суммы вы падаете чуть вниз. Допустим, берем наушники или смарт-часы, падаете на 150-200 рублей. Если брать зимние куртки, спортивные костюмы, уже на 500 и выше падаете. Опять, не в убыток себе, чтобы цена у вас была привлекательна. Также смотрите, сколько вы на этом заработаете и уже определяетесь, выгодно ли вам реализовывать данный товар. Пятое, новичку в товарном бизнесе эта информация про Авито будет очень полезна. Как только я начала загружать больше объявлений на Авито, в течение 3-4 дней Авито сделал мой аккаунт платный. Либо, как многие говорят, бизнес-аккаунт. Для того, чтобы разместить одно объявление, мне нужно было пополнить баланс. Как только я пополнила баланс, разместила объявление, у меня еще списываются денежки за просмотр. Также я настраиваю рекламу на Авито. То есть, X2, X5, X10. За неделю у меня уходит где-то 2-3 тысячи. Это я проживаю в городе Тула. Естественно, кто в Москве, Санкт-Петербурге, сами понимаете, в 2-2,5 раза больше. Также хочу сказать, что помимо Авито, пробуйте настраивать рекламу в других социальных сетях. Это все зависит от товара, от объема, также от бюджета. Исходя из этого, делайте уже выводы. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, Telegram, а также другие социальные сети, которые есть в описании под видео. Хочу напомнить, что мы работаем как опт, так и в розницу. У нас есть доставка Авито, Почта России, СДЭК, Сберлогистик. Пишите, не стесняйтесь, задавайте все вопросы свои в комментариях. Обязательно всем отвечу. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok